Нетаньяху опроверг предположение СМИ о том, что его правительство может приостановить боевые действия. Боевики не хотят отдавать власть в Гази в обмен на перемирие. Перекрытые дороги, митинги УЦИК и полицейского управления. Сербы, главным образом городская молодежь, протестуют против нарушений на выборах. Израиль и палестинские боевики прохладно восприняли предложение Египта о прекращении ожесточенной войны. Премьер Нетаньяху заявил, что боевые действия далеки от завершения, а Хамас и исламский джихад не намерены отдавать власть в Гази в обмен на перемирие, сообщает рейтер. Представители ВОЗ посетили переполненную больницу Алякса. В Израиле продолжают добиваться освобождения заложников. Очередной митинг состоялся в Терявиве, возле правительственного комплекса Кирия, где расположены штаб-квартиры Цахал, Минобороны и База Генштаба. Десятки членов крошечной католической общины провели рождественскую службу в Церкви Святого Семейства в городе Газа. Папа Франциск заявил в воскресенье, что военные операции по всему миру собирают страшную жатву жизни ни в чем не повинных людей. В Украине продолжаются бои за Маринку Донецкой области. Говорить о взятии Маринки и российской армии, как это делал министр обороны РФ, некорректно, сказал спикер Объединенного пресс-центра силы обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. Ранее глава Минобороны Сергей Шайгу доложила взятие города президенту России Владимиру Путину. Взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить в более широкий оперативный простор. За время российского вторжения в Украину Маринка была разрушена до основания. Всего несколько дней осталось до Нового года. И этот праздник украинские военные, как и Рождество, встретят на передовой. Хочется донести всему свету, что в Украине война не прекратилась. Есть много оккупованных мест, где свято, на жаль, будет сложно святкувать людям. Президент Украины Владимир Зеленский в рождественском обращении похвалил ВСУ за то, что армия за несколько дней сбила пять российских военных самолетов. Европа празднует Рождество. Папа Римский Франциск в своем рождественском послании выразил сожаление по поводу отчаянной гуманитарной ситуации в Газе. Пантефик призвал к освобождению заложников и прекращению войн, как на палестинской территории, так и в других местах. «Война – это бесцельный путь. Поражение без победителя, безумие, без оправданий», – сказал глава Римской католической церкви. В Вифлееме, где по преданию родился Иисус, в понедельник утром отслужили мессу в церкви Рождества Христова. В этом году христианские паломники не смогли посетить город на западном берегу реки Иордан. В Вифлеем фактически изолирован с 7 октября после нападения Хамас на Израиль. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском послании предостерег сограждан от потери веры в демократию и призвал сплотиться перед лицом тех вызовов и угроз, которые существуют в мире и вокруг страны. Он упомянул о войнах в Украине и на Ближнем Востоке. В Украине теперь также празднуют Рождество 25 декабря. Весной уходящего года Православная Церковь Украины приняла решение перейти на новоюлианский календарь. Празднование Рождества по западному календарю рассматривают как стремление Украины еще больше приблизиться к Европе. Сотни тысяч жителей восточных районов сектора Газа нашли убежище в Дейр-эль-Балахе, вблизи побережья Средиземного моря. В перенаселенном городе, который подвергается частым обстрелам, многие живут в палатках, несмотря на ветреную и дождливую погоду. Ночные температуры в этих местах опускаются до 13 градусов. У нас великая жизнь, очень много. Мы великаясь в джазили на 14-е, и мы пришли вместе с нами удачи с февраля. Конечно, нет удачи, нет удачи, нет удачи, нет удачи, нет удачи, нет удачи. Конечно, я пойду на сухой, чтобы не удачить, нет удачи, нет удачи, нет удачи. Впитали, формируем, удачи, на кем-драке. Удачи, удачи, мы сейчас живем в кем-даке. ВООН отмечает, что условия жизни в Газе катастрофические. По данным организации, около 80% населения были вынуждены покинуть свои дома. В Сербии не утихают протесты. В понедельник тысячи людей собрались перед зданием ЦИК с требованием отменить результаты выборов, которые, по мнению наблюдателей, прошли с нарушениями. Позже участники митинга оппозиции, восьмого по счету, пришли к полицейскому управлению поинтересоваться судьбой задержанных. По официальным данным, 38 человек были задержаны. В столкновениях в Белградской мэрии в воскресенье пострадали восемь полицейских. В Москве считают, что за протестами стоит Запад. Налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе и за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде. Не сомневаемся, что руководство республики обеспечит законность. На прошлой неделе Международная мониторинговая миссия заявила, что правящая партия получила несправедливое преимущество благодаря предвзятости СМИ, вмешательству президента Вучича и нарушениям при голосовании. Оппозиционного политика Алексея Навального, с которым не было связи почти три недели, нашли в заполярной колонии в поселке Харп в Ямало-Ненинском автономном округе. Об этом в соцсетях написали его соратники. По словам Киры Ярмаш, с оппозиционером, цитата, «Все нормально, насколько это возможно». С ним виделся адвокат. Алексей Навальный перестал выходить на связь после 6 декабря. Адвокатам политика сообщили, что он был вывезен из колонии во Владимирской области и доставлен в неустановленное место. Исчезновение Навального связывали с началом предвыборной кампании Владимира Путина. Польские перевозчики и фермеры приостановили блокаду на пограничном переходе Медыка с соседней Украиной. По их словам, это стало результатом переговоров с Министерством сельского хозяйства Польши. Но акция протеста может возобновиться после новогодних праздников. Движение грузовиков блокируется на нескольких участках границы с ноября. Поляки обвиняют украинских дальнобойщиков в нечестной конкуренции. На днях Варшава и Киев согласовали план по прекращению блокады, которая портит двусторонние отношения. Самолет румынской компании Legend Airlines, задержанный на три дня в аэропорту в Атрибле из Парижа из-за подозрений в перевозке нелегальных мигрантов, вылетел в понедельник в Бомбей. Из 303 индийских граждан, находившихся на его борту, в обратный путь отправились 276 пассажиров. 25 человек подали заявление об убежище. Еще двоих человек подозревали в организации перевозок нелегалов. Однако по итогам судебных слушаний обвинения с них были сняты. Самолет летел из ОАЕ в Никарагуа и в Атрибле должен был сделать лишь короткую остановку для дозаправки. Алексей Чолос потерял правую руку на фронте в украинском Донбассе, куда он попросился добровольцем-санитаром. На гражданке он был хирургом и на его карьере можно было ставить крест. Но благодаря робопротезу он смог продолжить работу и теперь помогает проходить реабилитацию людям с ампутированными конечностями. Бионическая рука для Алексея была изготовлена украинским стартапом «Эспербионик». Из-за резкого спроса на фоне бушующей войны компания продает 70% протезов на родине, не получая прибыли, покрывая лишь производственные расходы. С начала войны примерно 20 тысяч украинцев пережили ампутацию. Биопротезы позволяют оставшимся без руки или ноги жить полноценной жизнью. Но из-за высокой цены 7 тысяч долларов за штуку их по-прежнему гораздо меньше, чем людей в них нуждающихся. С начала декабря боснийскую столицу периодически окутывает токсичная дымка. Качество воздуха здесь настолько плохое, что Сараево вот уже два дня подряд занимает первое место в списке самых загрязненных городов мира. Швейцарская компания, занимающаяся технологиями качества воздуха, которая составляет список в режиме реального времени, в среду опубликовала индекс качества здешнего воздуха на уровне 301. Это относится к очень нездоровой категории. Второе место занял индийский город Калькутта, показатель которого равен 239. Эта проблема не нова. Протесты местных жителей начались еще в 2020 году. Эксперты тогда заявили, что загрязнение воздуха на Балканах частично связано с использованием угольных электростанций и старых автомобилей. Власти Сараево пообещали сделать город безублеродным к 2035 году. Но из-за кризиса стоимости жизни люди продолжают использовать более дешевое твердое топливо. А когда загрязнение становится сильным, носят маски. Боснийская столица включена в число 100 других городов, которым Европейский Союз помогает достичь нулевых выбросов в атмосферу. В настоящее время Брюссель разрабатывает планы действий инвестиций для достижения климатической нейтральности во всех секторах.